На вас будет составлен административный протокол за размещение товаров, тары, вместе не присмотренным для этих целей. Такое предупреждение, за которым следует оплата штрафа для Азмы Магомадовой, далеко не первое. Но, несмотря на протоколы, она продолжает нарушать правила благоустройства и санитарного порядка, выставляя товар в месте, не предназначенном для торговли. Орехи, лимоны, мандарины и другую продукцию Азма Ахмедовна выращивает сама. Брать точку в аренду невыгодно, а торговлю в социальных рядах считает невозможной. Там нет уже места забитых, вот здесь есть же, на Чайковского. Туда нас те и не пускают даже. А кто не пускает? Которые там сидят. Ну, это же, не всем же хватает это место, что там. Так называемые социальные ряды появились на курорте пару лет назад. Они были оборудованы исключительно для местных фермеров. Проще говоря, пенсионеров, которые выращивают зелень, овощи и фрукты и другую сельскохозяйственную продукцию в своих огородах. Да и мест тут вполне достаточно, особенно зимой и в плохую погоду. Такие небольшие павильончики для ведения торговли оборудованы во всех районах курорта. Казалось бы, условия идеальные. Платить аренду не надо, да и обустройство торговых мест, и санитарную уборку берут на себя администрации районов. Но почему-то фермеры не очень-то хотят сюда идти. Эти социальные ряды находятся на улице Чайковского, как раз напротив подвесного моста, ведущему к рынку. На первый взгляд, вполне рентабельное место, но от желанных клиентов продавцов отделяют несколько метров. И это не очень удобно, хотя и практично. Здесь просто под крышей, честно говоря, здесь место немножко вот здесь узкое. Немножко вот это, хоть сантиметров 20, чтобы удобно было сидеть. И люди здесь почти не ходят. Детям этот товар не нужен. Если сделали бы это вот так, по этому ряду вот это. Там хотя через Бахдик люди ходят. Кому этот товар нужен? А здесь детям нужен? Школа рядом построили вот это. Спасибо и за это. В Центральном районе только два социальных торговых ряда. На улице Макаренко и на Чайковского. В последнем исключительно зимой торгует Раиса Потрываева. Свой мед, чеснок, сухофрукты. Все, что удалось собрать на прилавке. А главное, все правила соблюдены и конкуренции среди таких, как она, продавцов нет. Выращиваем сами и торгуем мы только зимою. У нас справочки есть, что мы пенсионеры, удостоверения. Я, например, не встречала такого. Ну, может, у перекупщиков как-то, а мы же не перекупщики. Так что у нас нет проблем. Я думаю, вот посидеть, конечно, покупателей не очень может быть тут. Именно по этой причине отсутствие клиентов многие фермеры выходят на тротуары. Тем самым, не задумываясь, портят облик курорта, создавая такие стихийные рынки. Избавиться полностью от этой проблемы город не может. Даже несмотря на то, что ежедневно проводятся рейды. С начала года только в Центральном районе составлено порядка 25 протоколов на сумму около 100 тысяч рублей. В ходе выполнения обходов выявляются нарушения, касающиеся соблюдения правил. И составляются протоколы об административных правонарушениях, которые влекут за собой наказание для физических лиц от 1 тысячи рублей до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, и на юридических лиц от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Понятно, что при повторных нарушениях правила штрафы увеличиваются вдвое. Среди самых распространенных нарушений – выброс мусора, выставление товара в неположенном месте и незаконное размещение рекламных материалов. Все правила благоустройства и санитарного порядка можно найти в интернете. Соблюдать их несложно, а облик курорта все-таки зависит от сознательности жителей и гостей курорта. Продолжение следует...